Ну что, дорогие друзья, встретились с Зелимханом и привезли Али, Белалу, делать зубы. Понимаете, ребята, неважно для нас, какой национальности человек, неважно, какое вероисповедание человек, я православный, Зелимхан, мы все братья и сестры, поэтому нужно присоединяться и помогать таким людям, которые попали в трудную ситуацию. Спасибо вам огромное, ребят, спасибо семью ООН, спасибо вам команде Мама Мила, спасибо вам, друзья, что присоединились. Спасибо тебе, Зелимхан, и благодаря тебе, благодаря твоему рычагу, можно сказать, лёд сдвинулся. Спасибо тебе огромное. Я скажу одно, мы всего лишь причина всего, что здесь происходит, это милость Всевышнего, аль-хамду лиллах, поэтому я тогда еще спасибо, Аль-хамду лиллах, ты молился, просил помощь Всевышнего, аль-хамду лиллах, каждый день прошу, аль-хамду лиллах, вот она к тебе пришла, для тех людей, все, что мы здесь делаем, это не наша заслуга, просто мы причина того, что сейчас происходит милость Всевышнего, сегодня вот так же, благодаря милости Всевышнего, Белал отозвался помочь ему сделать абсолютно бесплатно зубы. Остальное вот, еще ребята, благодаря нашему эфиру из нашей семьи, одели его сегодня, наш брат Наби, и, аль-хамду лиллах, сегодня у него есть хотя бы где-то переночевать, потому что есть квартира добра у Сереги, они вот таких людей не бросают на улице, за ними как за детьми прям ходят, поэтому я очень рад, что сегодня вот это наше правило, люди для людей, оно действует, расширяется, еще будет больше, иншаллах, потому что, как говорил мой дед, еще раз повторюсь, оставив только свою проблему, можно помочь чужой проблемой. Аль-хамду лиллах, сегодня у каждого человека здесь, кто находится, есть свои проблемы, личные проблемы, но всегда надо быть полезным для людей, спасибо огромное всем, кто помогает, даже еще вот такой человек, возвращаем, если мы позвать имел к жизни, нормально, хорошее, это, аль-хамду лиллах, это огромный салап от Всевышнего, это такие люди для нас, это как подарок для того, чтобы зарабатывать себе салап. Да, они нам даны, не мы для них, они для нас. Конечно, поэтому, когда я услышал, что Али из Дагестана, конечно, мне абсолютно без разницы, как он человек нуждается в помощи, но все равно внутри, свое вот это Кавказское, когда наш человек остался на улице неприемлемо для кавказцев, разница ли это, он дагестанец, или он был бы карачаец, или же чеченец, даже так же дагестанцы не оставили бы своего брата чеченца на улице. Так же вот Серега не разделяет на нации, не оставляет и русских, и чеченцев, и дагестанцев, ему разница, и таджики, и узбеки, он всем помогает, аль-хамду лилла, люди, для людей еще одно хорошее дело, нашу копилку. Аль-Хамду лиллахи, Раббилал Амин, салату ассаламу, аля хайри халки Аллаху, аля алейхе, у ляди, асхаби жмагин. Халас и Вишним Аллаху, слава благословения, приветствия, самому наилучшему из созданий, пророку Мухаммаду, салаллаху алейхисалям, да благословит Аллах, я приветствую. Саламу алейкум, архмаду варкаду, уважаемые братья и сестры, мусульмане, строительство Краевой Соборной Мечети города Перми. Хамду лилла, она идет, возводятся минареты, наверху люди работают. Всех вас призываю, чтобы вы помогали в строительстве Краевой Соборной Мечети города Перми, пусть Аллах Таля примет ваши садакат на пути Всевышнего Аллаха Субханна Таля. Простите вам грехи. И да есть.